Твой папа кричит через окно, паханул. В мишьях? Да-да, а я как раз папа сидела. Михаил Фузалов Мурц. Как, он живой же был? Слышно. И он еще раз повторил, Михаил Фузалов Мурц. Михаил Мишка ушел дальше, а мне папа ворачивается, мне это надо. Дедушка. Мне это надо. Ну ладно, вот это ты все хотел сказать? А теперь я тебе скажу. Запись идет. Мой дедушка играл с Михаил Фузаловым в нарды. Все время он приходил, играл в нарды. И один раз, когда Михаил Фузал бросает за реки косточки, он говорит, джонимаршеви. Как, как, как? Джонимаршеви. На за реки бросает, говорит, джонимаршеви. А я не понимаю, думаю, джонимаршеви это дават. И он пошел в туалет, в туалет пошел писать этот. Как его звать? Михаил Фузалов. Я дедушке говорю, дедушка, почему он сказал джонимаршеви? Я говорю, сейчас он придет оттуда, будешь бросать за реки, тоже скажет джонимаршеви. Он приходит назад, дедушка бросает за реки, и говорит, джонимаршеви, дедушка сказал. На за реки они говорят. Но это же, я думаю, бумерангам неприятно это звучание. Дедушка меня послушался, он это сказал. Вот это был такой Михаил Фузалов. Это единственный внук, который действительно с Паханом своим, с нашим отцом, они были вместе. Очень много, если он и взял от них, то только вот то, что он ходил все время, и мы рядом с ним рассказывали все это. Дедушка красиво рассказывал Пасху. Он читал. Вы все сидели, ты же тоже помнишь? Дедушка читал. Посуда? Я такой посудой мира видел, по-моему. Нигде не видел. Еще когда дедушка умер, деда видел, где эта посуда, дедушка? Дед Давид говорит, подожди. Но, подожди. Подожди, 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 папа сразу ему ответил. Папа дал Лиде. Ага, ну, и тут же заткнулся. Но посуда была такая красивая, я таких сервизов не видел. Темно-вишневого цвета, Лида, с ручками, вачкальвазочка. Дедушка, пасхальные дела, и приходил специальный лудильщик. Лудили его все вот эти посуды. Бабушка, тогда бабушка уже в Бите умерла, но дедушка Пасху отпраздновал. И когда нам дедушка с Аликом рассказывал всю вот эту Пасху историю, все, мы рот открыли. Про Хашверша, про Иосиф, Асадик, про все, дедушка рассказывал. Мы все запомнили. Очень много на нас повлиял Хаим, дедушка. На меня, на Алика. Очень сильно. Вот Лида правильно сейчас говорит. Я с дедушкой кайфовал. На велосипеде я с ним ездил. Все, дедушка... Старший внук. Старший внук. И... Подожди, подожди. Раз уже на то пошло, ты говоришь, что это я и Илюше передам эту запись. Подожди, когда я был в армии офицером в село Занадворовка, мне дедушка дает телеграмму. Мне там исполнилось 25 лет. И дедушка мне пишет, это поздравляет он меня, и он мне написал стихотворение. Дед был очень сильный поэт. Да. Классический поэт мой дед был. Мне приятно сейчас это говорить. И когда он мне писал в Занадворовку, у меня было село... Я был недалеко от Владивостока, Уссурийск, Хасанский район, село Занадворовка. А чтобы запомнить, дедушка Занадворовка, вот так. Чтобы запомнить, он так сделал. И он мне писал телеграмму. Эту телеграмму, Лидочка, я ее привез с собой в Нью-Йорк. Она у меня, вот эта копия телеграммы, Рахмат Кунабово, Маврахуш Вершава. Дед нам всегда писал, вы, говорит, не забывайте и часто вспоминайте. Да, да. И он подписывал ХЭК. 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 ХАИМ ЕФРАИМОВИЧ КАЛАНТАРОВ. Да, да. Ну мне приятно было, Лида, у тебя дома и вспомни дедушку, и твою маму, и всех, и папу, маму, всех здесь, конечно, сидя, все, романку на всех. Мне спасибо тебе за прием, за все. Сейчас я останавливаю запись. В преддверии Лида сейчас покажет халат Моше Калантаров. Ну и елки, по...